Все уезжают. Плачу на все. Супруги Галина и Борис вместе 50 лет. Всю жизнь они прожили в селе Цукурино Донецкой области. Но сейчас, когда боевые действия на Покровском направлении все активнее, оставаться в родном доме стало очень опасно. В последние недели здесь постоянные обстрелы. А у нас тут, знаете, было трехов. Неделю назад бах от ночевых. Там дома побомбили. На той улице. И там нас тоже. И тут везде. Шифры побили. Стекла повалитали. Вообще все. И дома так. От линии фронта до Цукурино меньше 10 километров. И это основной стимул, почему люди уезжают, несмотря на привязанность к дому. Решила эвакуироваться и Галина. А Борис остался в Цукурино, но провожал свою жену очень трогательно. Сначала посадил в авто волонтеров возле дома, а потом догнал их на велосипеде. Приехал, провожай, давай. А? Мне такая шевеление. Пусть я ощущаю. На улице, где живут Галина и Борис, практически никого не осталось. Впрочем, примерно так во всем Цукурино. Село опустело. И тут тоже немало никого. И тут выехали. А тут полностью вообще немало никого. Те, кто остается привязаны к месту из-за мало мобильных родственников или же просто не могут бросить дом. Я никуда не выйду, сказала, из своего дома я никуда не выйду. Ремонт сделали, все той. Мы с дедом, дед слепый. И куда я? Мы тут 53 года уже. Я в Сумской области, я брехать не буду. Приехали по переселению, кранше. Ревозили поездом, наши вещи, все привезли наши. Очень, очень тяжело, очень больно, не знаю. В Цукурино нет воды, связи и света. Местные жители говорят, село запитывалось от шахты Котляревская, но она сейчас в эпицентре боевых действий. Поэтому, когда появится электричество и будет ли оно вообще, не ясно. Кроме Галины вместе с волонтером благотворительного фонда «Ангелы спасения Владом» забираем из Цукурина и Александра. Дроны каждый день по два, по три штуки прилетают. Потом машины погорели, потом на горнике нашли дрон, потом военные понесли дрон, привезли. Ну, короче, каждый день почти прилетают дроны и бьют. Александр едет к маме и сестре, которые уже выехали из села. Его отец тоже планирует эвакуироваться, но через несколько дней. Вместе с Александром забираем его любимую собаку Бусю. Это мой подарок на 18-летие. Как его зовут? Бусю. Девочка. Буся, девочка, это ты с ней вместе уезжаешь, да? Это вторая часть меня. Мы с котом не нашли. Это с бабушкой. Из Цукурина едем в Покровск через Селидово. Здесь линия фронта еще ближе. Российская армия пытается прорваться к населенному пункту с севера и с востока. В Селидово пустынно повсюду разрушение. Визитная карточка армии РФ. Вот это уничтоженное СТО, куда буквально недавно был прилет. А это уже дорога в Покровск на выезде пробки. Люди массово эвакуируются из города. Отсюда мы забираем пенсионерку, которая не слышит. Всех пассажиров везем в Днепр, проезжая типичные донбасские пейзажи. Поля подсолнухов и терриконы. Из окна машины совсем не верится, что в нескольких километрах отсюда все горит. Горит.